МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Высота 102 на первом Волгоградском канале. События дня. Госинспектор в области охраны окружающей среды хотел закрыть глаза на незаконную перевозку фекалий в городе Котово и попался на взятки. В Волгограде ищут подрядчика капитального ремонта плавательного бассейна, расположенного около стадиона к Чемпионату мира по футболу. Представители администрации Волгограда ответили на самые острые вопросы организации питания детсадовцев по системе аутсорсинга. На исторические ценности волгоградских музеев обратили пристальное внимание. В работе объектов культуры грядут перемены. Экспонаты из закрытых фондов волгоградских музеев сделают доступными для горожан и гостей города. Например, в областном краеведческом музее есть много того, что никто не видел, потому что к организации выставок ценностей предъявляются особые требования безопасности. В администрации региона намерены изменить ситуацию и показать все, что скрыто. У нас очень серьезная есть экспозиция, закрытая, которая в фондах лежит на сегодняшний день. Это связано и с оружием, и с драгоценными различными материалами, ну и вообще изделиями драгоценными. Запрещено нам экспонировать. Слушай, почему? Потому что нам бы все потратить, там сколько, миллион десять, да? Чтобы зал сделать. Слушай, зал миллион десять сделать, чтобы полностью обеспечить вопрос безопасности. И, пожалуйста, люди бы все, в Волгоградской области, наши гости, приходили сюда с большим удовольствием, мы сюда приходили бы. И доход приносили. И доход приносили. Кроме того, губернатор Волгоградской области поручил подчиненным проработать вопрос использования в качестве музейных площадей здания пожарной Каланчи. Один из первых зданий – это здание Каланчи. Историческое здание, в котором на сегодняшний день находится ряд государственных структур, органов государственной власти. Вот я попрошу вас поработать вопрос о размещении там экспозиции музея. Каланча – историческое место, находится в центре, и очень было бы неплохо, чтобы там разместился экспозиция музея. Какая она там должна быть – это другая история. Но комитет по транспорту мы оттуда выселяем. Хватит им находиться там. Эти здания должны принадлежать, они просто достояния им быть музейными экспонатами. Они сами по сути своей являются музейными экспонатами. Сегодня стало известно, что объявлен открытый конкурс на выполнение работ по капитальному ремонту бассейна «Спартак» в центральном районе Волгограда. Начальная цена контракта составляет 133 миллиона рублей. Согласно документации, будут полностью демонтированы и заменены на новые все внутренние и внешние инженерные сети и оборудование, в том числе и в чаши бассейна. Летом этого года бассейн был выкуплен у профсоюзов в собственность государства за 56 с лишним миллионов. Объект приобрело федеральное государственное унитарное предприятие «Спортинжиниринг». Эта же организация является заказчиком семи стадионов к чемпионату мира по футболу 2018 года, в том числе и Волгоград-арена, которая соседствует с водным объектом. Планируется, что отремонтированный бассейн «Спартак» впоследствии будет передан в собственность Волгоградской области. В Волгограде до конца года должен завершиться конкурс по определению оператора питания в детских садах по так называемой системе аутсорсинга. Компания «Победитель» должна будет взять на себя все обязательства по организации технологической цепочки, начиная от поставки продуктов питания, заканчивая раздачей готовых блюд. Сегодня в студии «Высоты-102» побывали представители мэрии и ответили на самые острые вопросы, которые волнуют родителей. Одним из условий конкурса является трудоустройство работников пищеблока, которые сейчас работают в детских садах. Кроме того, необходимо отметить еще, что пища будет готовиться на тех же пищеблоках, на которых готовится сейчас, то есть в детских садах. Подробно о нюансах перевода питания детей в детсадах на аутсорсинг на высоте 102. В Волгоградской области после получения взятки задержан государственный инспектор в области охраны окружающей среды. 20 тысяч рублей были получены за то, чтобы не привлекать к ответственности перевозчика канализационных отходов, который незаконно транспортировал фекалии по территории Котова. Но когда деньги были уже в кармане коррупционера, пришло время сотрудников отдела экономической безопасности и противодействия коррупции. Свою вину в содеянном госинспектор признал полностью. Сегодня в центре Волгограда начался монтаж главной новогодней елки. 20-метровое искусственное дерево приобрели для города в прошлом году с расчетом, что оно послужит не единожды. Так что наступил очередной сезон службы. В целом на площади Павших Борцов все будет традиционно, много иллюминации и праздничной атрибутики. Новыми елками обзаведутся этой зимой в советском районе города. Уже объявлена закупка сразу двух новогодних деревьев высотой 9 метров, а также игрушек и гирлянд. На этом все. До свидания.